Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Раздел мем 97-й 104 стихи. Каждый раз, когда псалмопевец говорит «Я люблю закон твой», он противопоставляет эту любовь чему-то, что ненавидит или отвергает. Любовь к закону в данном разделе противопоставлена порочному образу жизни. Секрет истинной мудрости заключается не только в изучении закона и размышлениях над его текстом, но и в послушании закону соответствующем образе жизни. Знания есть у различных учителей и даже неверующих, и опыт жизни у престарелых людей. Автор псалма превосходит их потому, что он размышляет об откровениях Божьих и следует его повелениям. Сам Господь научает его. Слово Божие для него слаще меда. Его заповеди побуждают человека избегать злого пути и не становиться на путь лжи. Путь — это образ жизни. Библейские книги говорят о двух вариантах пути — путь жизни и путь смерти. Путь святых людей, праведников — это путь правды и правосудия, добрая, прямая стезя. Путь лживых людей — это темная кривая дорога. На ней человек может заблудиться, погибнуть. Так в числе последних слов Моисея было такое обращение к народу. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Скорее всего, писатель псалма очень хорошо помнил данное обетование. Ну вот я уже вам говорил о разных спорах в отношении возраста псалмопевца. Сотый стих — обратите внимание. «Я сведущ более старцев, ибо повеление твои храню». То есть, если мы следуем традиционному толкованию, который восходит к Талмуду, и потом оно перекочевало через западноевропейскую литературу, в том числе и к святителю Феофану Затворнику, который утверждает о том, что автором данного псалма был престарелый Давид, который пишет свое наставление Соломону. Тогда если Давид престарелый, как понимать слова «я сведущ более старца», если адресатом псалма является один-единственный сын Соломон. Но если принимаем мы в внимание другую гипотезу, что данный псалом написан в целом для наставления юношества в более позднюю, послепленную эпоху, и мы не знаем точно о возрасте автора ничего, был ли он молод или стар, только в таком случае тогда эти слова к себе должен обратить сам читатель. То есть не само старчество, не биологический возраст престарелый, не пенсия делает человека мудрым, а мудрым его делает хождение в законе Господнем. В этом случае намечается та мысль, которая в святоотеческом богословии также будет идти красной нитью, о том, что духовный возраст не всегда совпадает с биологическим возрастом. Вы можете обратить внимание на то, в каком возрасте стал игуменом землерусской преподобной Сергий Радонежский, ему не было 40 лет, а Савва освященный пользовался духовным авторитетом в 26-27, в 30 с лишним под его руководством уже был крупный монастырь. Савва освященный стал известным духовником в очень юном возрасте. Монашеский образ он принял, если мне не изменяет память, в 18 лет. Вот поэтому, как вы помните, Александр Невский совершил свои победы в очень юном возрасте, в районе 20, там 18-21 его несколько побед. Это совершенно был молодой человек, может быть, он физически был крепким уже, рослым, с лицом мужественным, может быть, мы не знаем, но так или иначе он был юн и уже мудр. Вот так что в данном случае автор псалма, он призывает юноши, чтобы они были таковыми, мудрыми не по летам, а по духу. Структура 50-го псалма отличается от структуры 118-го псалма. Хотя в русском переводе нам кажется, что каждый из предложений, состоящий из двух частей, вводит аналогичный тип поэзии, но все-таки это разные стили, разные жанры. 50-й псалм — это все-таки покаянный текст, который имеет свою стержневую линию развитию богословской мысли. Там все-таки каждый следующий стих цепляется за предыдущий раз. То есть там есть развитие мысли, там есть все-таки указания на жертвоприношение, на культ, возложу на атакт от тельцов. Там есть историко-географические привязки, созижда со стен Иерусалимские. То есть богословская мысль отличается раз, литургическая компонента привязка к жертвоприношениям отличается два, отсутствие акр стиха — три. Все-таки 118-й псалом — это литература мудрости, где в первую очередь восприняется закон, чего нет у 50-го псалма 4. Поэтому мы можем утверждать, что это разные стили, разные богословия. И отсюда, как вывод, разное авторство. Разное авторство. Кстати, действительно, в 118-м псалме мы можем обратить внимание, что каждая строчка, практически каждая строчка, за исключением, пожалуй, одной, состоит из двух половинок. И мысль во второй половинке строки дополняет, развивает или противопоставляется первой части. Но, по сути дела, это две части единого целого. И мысль развивается внутри каждой строки. Но, в отличие от 50-го псалма, здесь мы не видим развития мысли от одной строки к следующей. Все-таки каждый строк здесь рассматривается как некая завершенная миниатюра. Но мы потому рассматриваем данный псалом по восьмистишью, что подобная алфавитная организация текста, она подталкивает составителя не только к тому, чтобы подбирать слова, начинающиеся с одной буквы, а словарный запас древнееврейского текста, он меньше, чем словарный запас теперешнего, например, русского языка. И поэтому выбор слов, начинающихся с одной и той же самой буквы, если мы подчеркиваем главную линию закон, он не такой большой. Следовательно, обыгрывается словосочетание, и это означает, что слова, начинающиеся с одной и той же буквы, они, в принципе, похожие по смыслу. И отсюда мы видим, что в каждом восьмистишье там нередко дублируются одни и те же мысли, выраженные в разных словах. И отсюда в восьмистишьях намечаются какие-то завершенные общебогословские идеи. Поэтому удобно рассматривать данный псалом по восьмистишью, потому что близкие по написанию слова фактически являются близкими по значению, а означает, что в каждом из восьмистиши есть какая-то концентрированная богословская мысль. Хотя, повторюсь, строчки здесь не связаны, в отличие от 50-го псалма. Я проговорил вопрос, связанный с путем, путь жизни, путь смерти. И что в Ветхом Завете, что в Ном Завете. Мы не встретим промежуточного состояния. Мы не встретим какого-то серединного состояния между Раем и Адом, буферной зоны. А получается, что или-или-или. Или черное, или белое. Или жизнь, или смерть. Или рай, или ад. И, конечно, мы можем поставить знак вопроса. Это уже не предмет нашей беседы о псалмах. Вопрос, а как быть тем людям, которые не совершили много грехов, достойных ада, и не совершили много добродетелей, достойных рая. Какова их участь? Вопрос. В библейском богословии промежуточного состояния нет. Или, или.